С первых же минут общения с росписью Бузулутский понял, парень толковый, идейный, предпочитает жить по понятиям и за богатством особым не гонится, в будущем расписной под контролем которого окажется ряд коммерческих предприятий не только в Москве, но и в Польше, Германии и Австрии не раз подтвердит репутацию Бессеребренника. Роспись тратила львиную долю криминальных доходов на снабжение всем необходимым арестантов в российских тюрьмах. Вскоре Бузулутский взял расписного под свое крыло, начал посвящать во все аспекты жизни криминальных авторитетов и хотел даже короновать воры в законе, но посоветовавшись с коллегами решил сперва сделать новичка смотрящим на зоне. Со своими обязанностями роспись справился на отлично, даже несмотря на то, что у него уже в ту пору случались конфликты с некоторыми представителями преступного мира Кавказа. Тут нужно оговориться, назвать расписного нацистом было бы неправильно. Во-первых, его шеф Бузулутский, с которого роспись старался брать пример, помимо всего прочего родился толерантность и даже лично короновал чеченского вора в законе султана Даудова. Во-вторых, расписной спокойно сходился с людьми любой национальности, если они по его критериям были достойны уважения, но при этом авторитет понимал, в воровском мире явный дисбаланс между славянской диаспорой и представителями кавказских групп и остро реагировал на попытки кавказцев ущемить права представителей славянского мира.